На Урале 33-летний мужчина, в ходе семейного конфликта убивший свою жену, спустя месяц явился в полицию, чтобы заявить о ее безвестном исчезновении. Оперативники сразу догадались, что заявитель и есть истинная причина ее пропажи. В минувшие праздничные дни электронные СМИ Екатеринбурга вывалили на своих читателей подробности по настоящему скандальной истории убийства 33-летним безработным Дмитрием Журавлевым своей 28-летней жены, инстаблогерке Кристины. Тело девушки в спортивном костюме без видимых признаков насильственной смерти было найдено в середине апреля в 10 метрах от оживленного Челябинского тракта в районе Арамиле. Мужчина-водитель перед въездом в Екатеринбург остановился на обочине и слегка углубился в лес по малой нужде. 16 апреля тело случайно было обнаружено одним гражданином, который и сообщил о страшной находке в органы правоохраны. Некоторое время личность погибшей была не установлена, поскольку сведений об исчезновении, схожих по приметам женщин, не поступало. По словам сыщиков, тело убитой уже имело признаки разложения, однако никаких явных повреждений, свидетельствовавших бы о попадании несчастной в ДТП или иных признаков насильственного лишения жизни, экспертом обнаружить не удалось. Удивительным был и тот факт, что никаких заявлений ни в полицию, ни в поисковые организации, такие как «Лиза-алерт» или «Прорыв» от близких погибшей не поступало. И лишь спустя две недели в Сесердский ОВД пришел 33-летний житель коттеджного поселка Первомайский парк, расположенного вблизи того же Челябинского тракта, Дмитрий Журавлев, сообщивший о пропаже жены. Сопоставив факты, Следственные комитеты и полицейские пришли к выводу, что обнаруженная ранее погибшая женщина является той самой безвести пропавшей супругой мужчины. По словам заявителя, Кристина долгое время вынашивала планы семейного разрыва и в начале апреля ушла из дома. Однако ряд фактов заставил сыщиков усомниться в словах Дмитрия. А именно то, что женщина, якобы уходя, не взяла с собой вещи первой необходимости, и в частности, собственный смартфон. Еще несколько лет назад эта фраза могла бы вызвать споры, «Ну, какая же это первая необходимость?» Но сегодня даже пенсионеры, выходя в магазин, возвращаются домой, поняв, что забыли телефон. Для Кристины же ее смартфон был больше, чем просто средства связи. Это была ее работа и, наверное, ее жизнь. Уроженка небольшого поселка Ключевая под нижними серьгами, где до сих пор живет ее мать Кристина Журавлева, несколько лет назад приехала покорять Екатеринбург. Здесь же она встретила и Дмитрия. Он тогда работал таксистом. По словам подруг девушки, это была горячая, окутанная романтика и любовь. В ноябре 2017-го молодые купили себе коттедж в загородном поселке в 30 километрах от Екатеринбурга. Ну, как тоже коттедж. Небольшой дом из бруса по типу студий в Сосновом лесу. Для начинающей семьи без детей – идеальное жилье. И Кристина не могла нахвалиться своим новосельем. Примерно в то же время она начала регулярно вести свою страницу в Инстаграм, куда выкладывала как свои, так и их общие фотографии с мужем, а также делилась своими впечатлениями от семейной жизни и планами на будущее. Вот что она рассказывала о разности их характеров с Дмитрием. «Я — вулкан, страсть, латино. Дима — дом, черепаха, понимание. Я и правда взбалмошная, но и спокойной быть могу. Я быстро завожусь, но еще быстрее отхожу. Люблю спорить, но по делу. Делаю, а потом думаю. Не терплю несправедливости. Димка же, наоборот, спокойный, очень рассудительный и уютный. Какие бы разные мы ни были, у нас одна главная ценность в жизни – это семья. Мы не знаем, на кого училась Кристина и училась ли вообще после школы, но мысли она формулировала стройно и писала грамотно, что сегодня уже считается большой редкостью. Возможно, это обстоятельство, возможно, привлекательный вид Кристины и ее откровенность. А может быть, и СММ-технологии вскоре вывели ее блог в Инстаграм в число популярных. К моменту ее гибели у Журавлевой было уже 60 тысяч подписчиков, и она профессионально занималась только блогерством. Конечно, это работа. «Ты здесь 24 на 7. Снимаешь, придумываешь, готовишься и так далее», отвечала Журавлева своим подписчикам на вопрос «Инстаграм, хобби или профессия». В какой-то момент Журавлева из просто популярного блогера стала инфлюенсером, то есть автором блога с обширной и лояльной аудиторией, подходящего для размещения рекламных материалов. Сегодня многие рекламодатели, особенно в индустрии красоты, развлечения, общественного питания, уже не рассматривают традиционные СМИ как площадки для своего продвижения. Ставки делаются на таких вот инфлюенсеров, популярных у нескольких десятков или сотен тысяч своих подписчиков. Журавлева продолжала делиться в своем блоге откровениями о семейной жизни, воспоминаниями, мечтами, историями путешествий, и все чаще рекламировала косметику, салоны красоты, электроприборы, доставку еды, бренды одежды и обуви и тому подобное. По оценкам наших экспертов из мира СММ, ежемесячный заработок блогера с таким количеством подписчиков, просмотров и заказных постов мог составлять от сотни до нескольких сотен тысяч рублей. Однако и расходы на поддержание образа жизни, который привлекал бы посторонних людей, по признанию Кристины, все время росли. Потому что блог – это обязательно вложение, потому что нельзя просто захотеть и стать блогером. Как сообщает портал Е1, в погоне за beautiful life Журавлева в какой-то момент наделала огромное количество долгов. Она оказалась должна аж 19 банкам в общей сложности 650 тысяч рублей и вынуждена была прибегнуть к процедуре банкротства. Но ее подписчикам, конечно, ничего об этих финансовых трудностях звезды Инстаграма, не было известно. Как не знали они и о трудностях в семейной жизни Кристины и Дмитрия. На фотках в Инстаграм девушка по-прежнему мелькала в дорогой стильной одежде, а то и в нижнем белье. Их, в общем-то, весьма скромный домик на кадрах выглядел эталоном уютного семейного гнездышка. Дмитрий всегда улыбался и поддерживал свою возлюбленную в ее желаниях. Шампанское в постель – легко. Латиноамериканские танцы – пожалуйста. Прогулка по зимнему лесу или семейный вечер у телевизора – что может быть прекрасней? Кстати, первыми тревогу в связи с исчезновением блогерки из соцсетей забили именно ее подписчики, что говорит о том, что именно там, в Инстаграм, была ее основная жизнь. Последний свой пост Кристина опубликовала 3 апреля. Для инфлюенсера, связанного десятками контрактов с рекламодателями, годами собиравшего свою аудиторию и ставшего частью ежедневного визуального потребительства для десятков тысяч человек, исчезновение из соцсетей даже на пару дней непростительно. Знакомые Кристины, ее коллеги и партнеры начали звонить Журавлевой. Несколько дней трубку никто не брал. Но в какой-то момент звонившим ответил Дмитрий, сообщив, что Кристина от него ушла. То же самое, если верить СМИ, он ответил и матери супруги, когда та стала волноваться, что дочь давно не приезжает в гости и не звонит. По требованию своей тещи Дмитрий пришел в полицию с заявлением о пропаже жены. Как сообщает портал УРА.РУ со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах, Дмитрий Журавлев пришел в полицию в состоянии наркотического опьянения, за что получил административный срок на несколько суток. А уже 5 мая был арестован по обвинению в убийстве. Следственным комитетом по Свердловской области 33-летнему местному жителю предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса убийства, предусматривающей вплоть до 15 лет лишения свободы. По данным следствия, днем 5 апреля обвиняемый в частном жилом доме в Сосердском районе вступил в конфликт со своей 28-летней супругой. Действуя на почве бытовой ссоры, мужчина задушил супругу. Спустя несколько дней, в ночь на 9 апреля, обвиняемый принял меры для сокрытия тела убитой в лесном массиве на территории Сосердского района. В итоге задержанный дал признательные показания относительно мотива и обстоятельства совершенного преступления. Районным судом в отношении задержанного по ходатайству Следственного комитета избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Как рассказал начальник прислужбы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых, раскрытие этого преступления заслуга сессердских оперативников и следователей районного отдела СКР. Они с самого начала, когда погибшая была опознана, как Кристина Журавлева, заподозрили в убийстве супруга. В ходе допросов с использованием детектора лжи Дмитрий сознался в содеянном. Какого именно характера были их ссоры с женой, не уточняется. Однако известно, что прежнее место своей работы в такси Дмитрий давно потерял после серьезной аварии, произошедшей по его вине, а другую работу так и не нашел. По сути, он долгое время был лишь одним из элементов декорации в лайфстайл своей супруги. А если правда и насчет наркотиков, то они тоже стоят денег и немалых. Но, повторимся, истинных мотивов убийства сыщики пока не раскрывают. Любопытный факт. Задушив свою супругу днем 5 апреля, Дмитрий Журавлев избавился от ее тела только 9 числа. Почти пять суток тело девушки пролежало в их деревянном домике, в котором продолжали жить и Дмитрий, и две их собаки. И только когда запах разложения стал невыносим, мужчина взял в каршеринг легковой автомобиль, ночью погрузил тело Кристины в багажник и вывез на Челябинский тракт. По мнению Сергея Колосовского, известного адвоката, в прошлом оперуполномоченного милиции, эти факты свидетельствуют о спонтанности, неспланированности преступления. Похоронили Кристину в тот же день, когда суд взял под стражу ее супруга, 5 мая. Похоронили на поселковом кладбище, в ключевой, откуда родом она и где вот в этом старом домике живет ее мать. Родственники Кристины и Дмитрия говорят, что не замечали никаких предпосылок такой трагической развязки их любви. Близких друзей, которые могли бы быть свидетелями их прежних конфликтов, у Журавлевых не было. Соседи по коттеджному поселку говорят, что пара вела уединенный образ жизни. Единственной, кто к ним регулярно приезжал, девушка-фотограф, проводившая фотосессии с молодыми. А после задержания Дмитрия, сестра Кристины, которая кормила двух оставшихся у них собак Хэппи и Брауни. По словам сестры Дмитрия и Катерины, ее брат обожал свою жену. И если для Кристия Дмитрий, возможно, не сразу, но спустя какое-то время стал лишь атрибутом, создаваемый ей в соцсетях красивой и правильной жизни, то для Дмитрия Кристина оставалась настоящим идолом. Кстати, сам он даже не имел своих страниц в соцсетях, а в интернете присутствовал только как счастливый муж счастливой блогерки Крис Журавлевой. Цитата. «Я его знаю с детства», — рассказала ей один Екатерина, двоюродная сестра Дмитрия. «Он такого сделать не мог. Кристина была его семьей, его богом. Ему никто не был нужен, кроме нее. Он ее очень сильно любил». Психолог Екатерина Легостаева, изучив инстаграм Кристины Журавлевой, определил ее психотип как гипертим и стероид. Цитата. «С точки зрения психолога, слава и власть — тяжелая ноша». А образ, который создала Кристина, беззаботного взрослого ребенка, который постоянно ест сладости, носит только нижнее белье и, в принципе, живет в карамельно-шоколадном мире, для ее психотипов был опасен, потому что заострял контраст между тем, что она пыталась транслировать и тем, что в мире существует гравитация, кредиты, плохие дороги». Конец цитаты.